Всем доброе утро. Наступило утро. Всю ночь я чувствовала себя плохо. 59 800. Вот. Мне даже стоять тяжело, но мне надо умыться немножко. Пока есть слегка сила. Кошмар. Фух. Никогда я не испытывала таких ощущений. Я всю ночь почти не спала. Хочу принять душ в идеале, но боюсь, что я упаду просто. Но сейчас лекарство выпью. Должно немножко полегчать. Так что попробую вам сегодня поснимать. Мне в любом случае надо немножко убраться. Поснимаю вам Дайану, как она играет. Соберем деревянную дорогу. Что-нибудь придумаем. Может быть попрошу Милану, если она согласится, поснимать что-нибудь. Мне кажется, у меня даже немножко голос изменился. Так что не болейте. Это ужасно. Готовлю себе завтрак. У меня смекта на завтрак. И бульон с рисом. Я вчера Милана отварила бульончик. Ну, это из кубика приправы. Просто очень хорошо идет. Но по чуть-чуть только могу. Едай Аня. Вот такой завтрак на быструю руку. Пока Милана спит. Она и так умничка. Вчера много чего делала. Пускай поспит. Даяна попросила достать деревянную дорогу. Молодец. Молодец. Сама застелила, убрала. Умничка. Поможет быть. Их у нас. Да. Болячка. Это она вчера на площадке собрала. Я там с мальчиком, ну, каким-то игровой с этим догонялась. И я подаю кусты. И его почему-то кремляю. Да. Поэтому я не люблю эти площадки с мягким покрытием. Я люблю там, где песок. Даяна, мы здесь открываем. Так. Так, надо стул. Аж прям туда надо, да? Нужен стул. Принесешь? А вот он стоит. Фу, мне бы не упасть сейчас с него. Мама, давай я подержу телефон. Ты хочешь поснимать? Да. Ну, давай попытаемся. Я не знаю, вставлю я или нет. Только смотри, не урони, хорошо? Хорошо, не буду. Опа. Все. Спасибо. Да. Я такая потрепанная на видео. Ну, честно, я даже не расчесывалась. Мне просто нету сил. Да. Немножко поиграю, пока Милана там комодик свой красит. Я вам, кстати, попозже тоже комодик покажу. Ага, Милана с Даяной пойдут в билет. И тогда как раз сказала, что постарается закончить. Ох, как-то вообще нет сил даже сидеть. Так, сейчас соберем туда. Вот так. И включу. Сама будешь собирать? Нет. Вот на вторую. Дорога собрана. Все расставили. Даяна там из кубиков доделывает гаражи уже понемногу. Нет. А я сейчас... Смотри, я стою диван. Диван? Да. А, я думала гараж. Ну, ладно. Диван так диван. Я сейчас вместо человечков вытащу ей такие вот фигурки. Там зайчик. Потому что, фу, нет сил даже ходить искать что-то там. Так что, эти игрушки можно использовать не только, чтобы играть с веревочками. Например, вот так можно тоже использовать вместо человечков. Даяна, смотри, какой у тебя будет зоопарк. Это все твои друзья, которые будут жить тут. Да? Вместе с Таю? Вместе с Таю, да. Даяна, хотела, чтобы я нашла ей все машинки с этого мультика Таю. Но у меня опять же нет сил. Поэтому она сегодня играет одной игрушкой. Ой, как много у тебя друзей. Интересно? Привет, привет. Так что... Это слон, мам. А это можно... Слон. Слон где? Слон. Аккуратно. А это можно так. Вот так. Фрукты, овощи можно перевозить в вагончиках. Даяна очень любила эту игрушку. Но я слишком поздно ее купила. Хотя она и до сих пор, знаете, играет иногда. Поэтому я пока решила все это оставить. Так, я тут вытаскивала батарейки. У нас опять, как всегда, в паровозике закончились батарейки. Ну что, включаем паровозик? Да! Ты сама или я? Я! Ну, включай. И хорошо была книжка. Пришлось с книжки вытащить. Сейчас твои друзья будут все кушать. Да. Вот так. А я пошла все отдыхать. Даяна будет играть уже сама одна. Стой! Стой, Пой! Стой! Останавливай кнопочкой. Стой! Стой! Змея! Змея. Ой, надо ее куда-нибудь в лес, да? Вот сюда ее смотри. В лес поставь. Пускай она в лесу живет. Вау! Какие у него силы! Стой, стой. Повожу. Стой, у тебя змея. Поехал обратно. Стой! Все, змею в лес отправь, пускай в лесу живет. Какой большой. Как хорошо тянет. Это один поезд тянет все остальные. Классно. Вот ты придумала. Силач. По стойкам. У нас уже вечер. Я только что девчонок отправила гулять на часик. Почти восемь. Пускай погуляют, посидят. Днем нереальная жара была. Невозможно было дышать. Сейчас уже более-менее прохладно. Поэтому пускай походит. Я чувствую себя более-менее лучше. Я уже даже поела разочек картошечки фри. Так, я положу для этой кусаки печеньку. Мы вернемся к тебе попозже. А сейчас я вам покажу Миланин комодик. Не обращайте внимания. Тут у нас творческая мастерская. Милана с этим комодом уже мучается 4 дня. И все ей не нравится. Все не то. Она хочет сделать тут вообще целую кучу краски. Вы же посмотрите. Там же прям волны. Она хочет сделать все полностью без вот таких подтеков. Тут уже заляпано чем-то. Но у нее не получается. Она наждачкой еще раз все это снимает. Потом еще раз красит. Короче, ужас. Но пускай сидит, пускай красит. Краски уже израсходовала. Кошмар. Ужас. Знаете, самое обидное, что стол. Я ей говорила. Милана, пожалуйста, аккуратнее. Нет, все заляпала. Тут еще что-то начала красить. Камни красят, крышки какие-то. Ужас. Тут да я не попросили машинку покрасить. Мы хотим, чтобы она сделала ее в виде радуги разных цветов. Не знаю, получится у нее или нет. Ужас. Ужас. Но пускай старается. Я думаю, в конечном итоге, мне кажется, она разрисует этот комод. И что-то с ним получится другое. Я, кстати, вам ставлю сейчас фотографию, как он выглядел до покраски. Если вдруг никто-то не видел. А это носом своим. Вынюхивает уже, да? Увидела печеньку? Это тебе, да? Это тебе? Красотка. Так, дай мне открыть клетку. Ты можешь подождать? Чуть-чуть. Вот, смотри. Отвлекайся. А я тебе покажу. Опа. Еле-еле открыла. Ну что, красавица? Кушать хочешь, да? Я знаю, не все вы любите нашу крыску, но также большая часть любит ее. Поэтому периодически показываю. Ой, куда пошла? Смотри, что у меня есть. Печенька. Скажешь всем сегодня? Пока-пока. Ладно, все. Будем с вами прощаться. Буду отдыхать. Всем пока-пока. На. Беги-беги-беги. Жопка. Все. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!